Всем привет! Недавно я снял видео о всевозможных причинах лишения оружия. И в конце видео сказал, что можно легко ничего не нарушать и не бояться за свое оружие. Но мой сарказм, судя по комментариям, поняли далеко не все. Именно поэтому мы сегодня поговорим, как может остаться без оружия святой человек, который абсолютно ничего не нарушает. Для начала разберем ситуацию, когда наш святой владелец оружия все-таки иногда допускает некие оплошности. Естественно, это не касается употребления алкоголя на охоте. Потому что употребить алкоголь на охоте это явное и добровольное заявление на сдачу оружия. Так вот, допустим, наш владелец оружия также владеет автомобилем. И, естественно, никому никогда его не дает. Потому что это чревато. Водитель, которому мы передали транспортное средство, выпил, попался, и мы попали под гребенку. Так что нас это не интересует. Но спеша на работу или просто не заметив знак ограничения скорости, наш святой владелец оружия может попасть на камеру фотофиксации за превышение. Штраф ему не придет. И он попадает под 20-25. И он лишается оружия. И это несмотря на примечание, по которому при фотофиксации превышения скорости административный арест не назначается. Но, судя по комментариям, опять-таки, есть владельцы оружия, которые никогда скоростной режим не нарушают. И, казалось бы, они в безопасности. Но не тут-то было. У нас хоть и святой, но все же охотник. И, соответственно, он может поехать на открытие охоты. И сделать это точно так же, как и все, с вечера. И тут же становится браконьером. Потому что находится с оружием в охоту годях. Вне сезона охоты. А все потому, что в законе написано нахождение в охоту годях. А не ношение там оружия. Кстати, по этой же причине наш святой охотник останется без оружия. При наличии у него собаки охотничьей породы. Когда он просто пойдет в лес, который окажется охоту годями, вне сезона охоты. Или даже в сезон охоты, но без разрешения на добычу. Но есть же охотники, которые точно знают все юридические аспекты. Но им-то уж точно ничего не угрожает. И опять мимо. Есть причины, которые не зависят от владельца оружия. Или случайно могут быть упущены. К примеру, окончание срока действия медицинских заключений на владение оружием. И самое интересное, что данное заключение заканчивается всегда до срока окончания разрешения на оружие. И поэтому, когда вы придете продлевать свое оружие, возможно, вы владеете своим же оружием уже незаконно. Но наш охотник не такой. Он следит не только за сроками продления разрешений, но и за сроками действий медицинских заключений. И опять но. К примеру, как было у меня при вступлении нового регламента проведения медицинских осмотров. Когда справку я просто-напросто не мог получить. Потому что то не было бланков, то номеров бланков, то доступа к базе и так далее и тому подобное. А еще не каждый владелец оружия охотник. К примеру, у нас есть огнестрельное оружие ограниченного поражения. То есть травматические пистолеты. Или некоторые оформляют длинноствольное оружие исключительно для самообороны. То есть только для хранения. Так вот, в данном случае вы можете на продление просто-напросто не успеть предоставить все необходимые документы. А именно подтверждение проверки знаний безопасного обращения с оружием, который нужно предоставлять каждые 5 лет. А хочу заметить, данная проверка может проходить 1 или 2 раза в месяц. И не факт, что вы с первого раза ее сдадите. Видите, не все так просто. Но и есть моменты, где можно споткнуться. Если какие-то причины я забыл упомянуть, обязательно напишите их в комментарии. А еще подпишитесь на канал, чтобы точно знать, как избежать последствий подобных задержек. А на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok